Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий Степл. Я сейчас держу путь в одну из самых своих, наверное, невероятных поездок, потому что отправиться в эту поездку меня доставил один рассказ. Я услышал легенду о церкви, которая считается одной из самых труднодоступных в Московской области. Находится она в Шатурском районе. И помимо того, что церковь эта считается одной из самых труднодоступных, она еще овеяна массой различных легенд. Я, конечно, не охотник за привидениями и не верю во все эти легенды. Но мне стало интересно посмотреть на это место, потому что на протяжении последних нескольких десятков лет оно притягивает очень многих любителей истории, очень многих людей, которые верят в различные эти легенды. Пару слов скажу о церкви. Церковь эта построена была в том виде, в котором она сейчас сохранилась, и уже ее руины в 1832 году начато было строительство. До этого на этом месте была деревянная церковь. И ее окружало несколько сел. То есть приход этой церкви составляли жители нескольких сел. И, собственно, сейчас расскажу, в чем заключаются эти легенды. Там проходил старый трак, старая дорога. Легенды гласят, что там, на этой дороге, стали пропадать люди. И постепенно эти села стали забрасывать, люди оттуда уезжали с тем, что якобы место нехорошее. И поскольку прихода уже не было у церкви, церковь тоже стала потихонечку загибаться. Реальную историю этого места я расскажу несколько позже. А пока меня ждал еще очень долгий путь до самой церкви. Так что еду я сейчас туда на машине с велосипедом. Потому что из тех, из той информации, которую мне удалось узнать, по некоторым рассказам туда можно проехать на легковой машине. Хотя тогда я не понимаю, в чем труднодоступность этого места. По некоторым рассказам говорят, что туда можно проехать только на внедорожнике. Ну, в общем, я, чтобы не рисковать, взял с собой велосипед. Ну, а задача у меня сейчас стоит найти эту церковь. И сказать, что проверить эти легенды, это, конечно, смешно. Но показать это место вам, дорогие зрители, потому что место действительно очень интересное, церковь очень красивая. И проверить, прежде всего, легенду о том, что это одна из самых труднодоступных церквей Московской области. На самом деле, всю дорогу от Москвы мне не везет с пробками. И уже на протяжении нескольких часов я тащусь с переменным успехом, со средней скоростью где-то от 30-40 до 50 километров. Я уже отъехал на приличное расстояние, уже проехал к Жель. И все равно пробки не заканчиваются. Наконец-то я вырвался из пробок, и началась такая вот красивая, живописная загородная дорога. Правда, качество прокрытия тут уже стало несколько хуже. Куча вот таких вот швов, которые отдают ударами по подвеске. Но в любом случае это приятнее, чем толкаться в пробках. Впереди сейчас параллельно с автомобильной дорогой выходят пути железной дороги. И можем видеть такой вот красивый железнодорожный мост. А тем временем я въезжаю в Шатуру. Шатуру очень похоже на большинство подмосковных городов. Основная застройка здесь как раз середина вторая половина 20 века, 1950-е года. Вот, кстати, справа очень красивое и нехарактерное здание кирпичное. Похоже, намного старше. Я даже не поленился остановиться, выйти и отснять вот это вот здание. Потому что оно совсем нехарактерная архитектура для середины 20 века, для 1940-1960 годов. Как большинство зданий здесь постройка. Вот, например, двухэтажный домик. Типичная архитектура послевоенная. Очень много таких домов застраивалось в Москве военно-пленными в районе метро Сокол. А это, очевидно, центральная площадь Шатуры. Там стоит памятник дедушке Ленину. Очевидно, и площадь носит его имя. Здесь можно видеть театр, ДК точнее. И в здании ДК еще крылья библиотека. А вот это Шатурский абандончик. Я сейчас туда не пойду, потому как делать там нечего. Но в отличие от московских подобных заброшенных зданий, здесь не слишком следят за тем, чтобы туда было проблемно попасть. И окна, большинство окон первого этажа, все разбиты и не заколочены. А вот там типичный барак, наверное, середины 1940-х годов, 1950-х годов постройки. Таких было немало и в Москве. Вот еще один такой же. Шатур находится на берегу озера Черное, на котором расположена Гресс. И виды здесь открываются просто великолепные. Шатурская Гресс является одной из первых и самых известных тепловых электростанций, построенных по плану Гойл-Ро в 1920-х годах. Ее строительство было начато в 1923 году, а в 1925 году станция была введена в эксплуатацию. Шатурскую Гресс можно считать первой электростанцией, которая в качестве топлива использовала ТОР. Именно при строительстве Гресс образовались рабочие поселки, объединенные впоследствии в поселок Шатура, получивший в 1936 году статус города. Сейчас мощность станции составляет почти 1500 мегаватт. А сейчас мой путь лежит к поселку со странным названием Северная Грива. И уже от этого поселка будет видно, смогу ли я пробраться до этой церкви на машине, или же мне придется ночевать и пересаживаться на велосипед. Точнее, ночевать мне там все равно уже придется, поскольку темнеет сейчас рано. Выехал я достаточно поздно, пока добрался до Шатура, пока-то что-то, и уже, к сожалению, уже, можно сказать, вечер. Возвращаясь к названию поселка, в котором мне предстояло провести ночь, оказалось, что слово Грива означает рельеф местности, представляющий невысокие и узкие линейно вытянутые поднятия. Въехав в поселок Северная Грива, я не поленился остановиться, увидев пожарное депо. Потому что у пожарного депо вместо обычных пожарных машин можно видеть вот такое чудо техники. Но, в принципе, это неудивительно. Все, наверное, помнят пожары то ли 2010, то ли 2011 года в Шартурском районе. И вот такая вот техника используется МЧС пожарными для тушения пожаров, лесных пожаров. Увы, но затея добраться сегодня до церкви на машине у меня не увенчала с успехом. Поскольку при попытке проехать в лес выяснилось, что дорога там совершенно не приезжаемая для моей машины. Поэтому мне придется сейчас устраиваться спать и завтра пересаживаться на велосипед и отправляться в путь. Ну а утром, дорогие зрители, была зима. Поэтому мне сейчас придется выкапывать велосипед из-под сугроба. Дорога здесь, конечно, не для проезда на машине. Мне пришлось в некоторых местах даже обносить велосипед. Потому что сходу проехать огромные лужи было очень рискованно. Как-то совсем не хочется сейчас выкупаться в ледяной луже. Окружает эту дорогу вековой лес. Наверное, вот эти вот деревья и называют корабельными соснами. Вот здесь было захоронение интернированных и военнопленных разных национальностей во время Второй мировой войны. Судя по тому, что гласит табличка, то захоронение это многонациональное. А еще, как я и читал в интернете, здесь практически везде стоят указатели на храм, который мне и нужен. Ну что же, а я продолжу проверять легенду о труднодоступности этого храма. Вот очередная развилка и здесь тоже присутствуют указатели. На храм нам правее. И вот еще один указатель, который тоже подтверждает то, что эта дорога идет на храм. В общем, дорога до храма очень даже выглядит приличной местами. Но сейчас я покажу одно из препятствий, которые на легковой машине вряд ли можно преодолеть. Вот, например, вот здесь вот так все развезло. Если ехать по луже, то, честно сказать, очень тяжело представить, какая там глубина. А с погодой, можно сказать, мне сегодня повезло. Первый день в этом году, в этом сезоне точнее, выпал снег. И созерцать вот такую вот красоту все-таки намного приятнее, чем ехать под нудным осенним дождем, по слякоти и смотреть на окружающий мир, окрашенный в серых тонах. Здесь вот ходит такая котейка даже с ошейником. То ли антиблошином, то ли просто ошейник на этой котейке висит. Весьма и весьма дружелюбное создание. Несмотря на значительную отдаленность этой церкви от ближайших населенных пунктов, а ее окрестности сейчас выглядят весьма и весьма обитаемо. Здесь построили два небольших домика, которые можно условно назвать бытовками. Причем домики, похоже, рассчитанные на пребывание здесь людей зимой. Топятся они буржуйками. Над одним из них развивается флаг с ликом Христа. На церковном дворе поставили крест и повесили колокол. Здесь периодически проводится богослужение. Когда-то еще до того, как построили эти бытовки, здесь стоял такой вот вагончик. И ходят разные слухи о том, что эту церковь собираются восстанавливать, либо о том, что здесь будут ставить деревянную часовню. Во всяком случае, здесь вот уже начали собирать сруб и завезены бревна для строительства этого сруба. А также поодаль можно видеть еще один такой сруб, который тоже начали собирать. Как я уже рассказывал, строительство этой церкви началось в 1832 году. К 1835 году строительство было завершено. И, собственно, здание церкови сохранилось до наших времен в своем первозданном виде, как мы его сейчас можем видеть. Никакие реконструкции, никакие перестройки эту церковь не коснулись. История церкови весьма типична для нашей страны. Церковь просуществовала до 1930-х годов, когда начались, проводились, скажем так, серьезные гонения на церковных служителей. Отец Никон, настоятель этой церкви, был арестован и в 1937 году расстрелян. А церковь простояла еще какое-то время. И в 1941 году церковная утварь была вывезена. Книги, которые находились в церкви, сожжены. А церковь стала приходить в запустение уже после Великой Отечественной войны, когда на этом месте собрались строить артиллерийский полигон. И расселили ближайшие деревни. Когда-то вход в храм венчал портик с колоннами. При входе в храм можно верить табличку с перечислением деревень, которые входили в приход этого храма. Внутри храма, к сожалению, не сохранилось никаких фресок, никакой росписи. Везде висят таблички, гласящие о том, что храм находится в аварийном состоянии. Отсюда открывается очень красивый вид на колокольню. И один из пределов храма. Внутри храма мы можем видеть такой самодельный алтарь. И на стенах находятся иконы. На сложенных кирпичах множество икон, монеты пожертвования. Как водится, чугунная ограда. А вот здесь чудом уцелевшие кусочки росписи, крошечные. По ним уже невозможно установить, что же было изображено на этой стене храма. Очень тяжело себе представить, что находящийся в таком вот плачевном состоянии храм реально восстановить. Надо полагать, что богослужения сейчас проходят в помещении бывшей колокольни. Здесь множество икон. Сделаны полки, стоит какая-то литература. Очень интересно видеть здесь средства от комаров и клещей. Везде развешаны таблички о том, что храм находится в аварийном состоянии. Во всякий случай, под потолком натянута сетка на случай обрушения кирпича. И храм окружает великолепная природа. А здесь даже можно верить ульи. А вот так выглядело крыльцо у входа в колокольню. Забраться на колокольню сейчас, увы, не представляется возможно. Во всяком случае, без альпинистского снаряжения. Деревянные балки на самом верху держатся на честном слое. Честно говоря, вот именно в колокольне находиться действительно небезопасно. От церковного кладбища здесь тоже мало что осталось. Ибо говорят, что здесь были захоронены очень многие знатные люди. И в свое время черные копатели практически уничтожили все кладбище. А вот это вот небедное надгробие крестьянина, скончавшегося 22 июня 1896 года на 70-м году от роду. Ну вот, кажется, я развеял миф о труднодоступности этой церкви. Ну, а мне пора выдвигаться в обратный путь. Котейка, пока! А в самом поселке Черная Грива есть и свои достопримечательности. Вот, например, дом, фасад которого расписан портретами советских, российских государей Собственно, тут всех их вполне можно назвать государями Хозяйственная постройка, расписанная строчками стихотворения Вдали виднеется горка Местность здесь достаточно равнинная И, видимо, детям негде кататься на санках Поселки построили вот такую вот горку Интересно, что самоходка, которая стояла у пожарного депо, уже куда-то уехала Там вдали стоит вторая, но она так и стояла и вчера еще вечером Такой импровизированный бокс для пожарного самоходного аппарата А этот домик, похоже, когда-то являлся местным клубом Крепкое строение, которое непонятно почему сейчас забросили Внутри можно видеть импровизированное окошко под кассу Крыльцо, было печное отопление А вот здесь мы сейчас увидим гримерку для артистов Когда этот клуб использовался для проведения концертов Для выступающих Видимо, здесь когда-то был президиум Вот выход на сцену Вот парадный вход в зрительный зал Достаточно просторный зрительный зал Выход на улицу здесь расположен А там рубка киномеханика была Показывали здесь кино когда-то Корпуса от колонок акустических Сейчас, увы, этот клуб пришел в запустение Тоже топился он печным отоплением А это местный магазин Поселок на самом деле находится на отшибе То есть дорога заканчивается на этом поселке И дальше никуда не ведет Здесь за клубом, рядом с клубом Находится мемориал Воинам, павшим в Великую Отечественную войну Ну и честно говоря Не совсем понятно, как и чем сейчас выживают люди Которые живут в подобных местах Тут нет ни промышленности Ни производства, ни торговли Да и до Москвы отсюда Более 120 километров Сейчас посмотрю по компьютеру Свой путь Итак, путь от церкви до поселка Черная Грива У меня занял чуть более 47 минут Средняя скорость 12 километров Максимальная 19,6 И проехал я 9 километров И после подведения итогов Настало время попрощаться Но прежде чем это сделать Я расскажу о том, что ждет вас в следующей серии Мы отправимся в очередную велопокатушку По глухим лесам Шатурского района К заброшенному стекольному заводу Одному из самых старых в регионе Основанному еще в 19 веке Не забывайте жать большие пальцы вверх Подписаться, если еще не успели это сделать раньше И репостнуть это видео на своих страничках в соцсетях Всего вам самого наилучшего, дорогие зрители!